Личный бренд в соцсетях? Роскошь или необходимость? В наше время, время digital, да, мне кажется, особенно с тех пор, как мы вышли на карантин, все перешло в онлайн формат. И да, я знаю, что вот это слово карантин, коронавирус очень жутко надоедает в плане уже некое в душе отвращение, да, появляется от этих слов, но куда мы денемся? В будущем, мне кажется, эти слова будут преследовать нас. И вот этот онлайн формат, мне кажется, мы начнем работать, наша жизнь, мне кажется, полностью изменится. Вот, и когда все переходит на онлайн формат, нам необходимо уметь говорить о себе, представлять себя в социальных сетях. Почему в социальных сетях? Потому что социальные сети являются пока что на данный момент, да, единственной бесплатной площадкой, где мы можем предоставить свои услуги, рассказать о себе, поделиться в целом, да, и стать тем, кем мы хотим быть. О чем я расскажу? Привет, Достан. Привет, Султанбек. Привет, Дарья. ЛДС. О чем я расскажу? Первое, какие социальные сети использовать? Вкратце я буду говорить соцсети, так что прошу тоже не обращать внимания. И как их оформлять? Второе, разбор профилей, и как обычно люди используют, да. Мы взяли несколько примеров, вот именно экспертов, аналитиков, исследователей и разобрали их профиль. Почему люди их читают? Почему так вообще сложилось, что у них очень много подписчиков? И как это происходит? Хайп или не хайп? Как говорил Уильям Шекспир, да, быть или не быть? Вот то, что в 21 веке мы задаем вопрос, хайп или не хайп? Третье, личные лайфхаки, ой, четвертые личные лайфхаки и инструменты. Как вы сами знаете, наши социальные сети это как визитная карточка на данный момент. Я бы даже сказал резюме в какой-то степени, да. И многие люди вокруг нас, около нас, все мы, включая нас самих, да, знакомятся, ищут людей, добывают информацию благодаря социальным сетям, благодаря социальным сетям. Потому что социальные сети являются тем инструментом, так скажем, для сталкеринга, чтобы взять какую-то информацию, узнать о человеке подробнее, да. И работая со своим специалистом, было несколько кейсов, когда ко мне обращались международные компании, организации за помощью, чтобы я проанализировал их будущих сотрудников. Точнее, когда HR обращались ко мне, и они спрашивали, да, обязательно LinkedIn будет, ну или как некоторые говорят LinkedIn, да. Вот. люди, люди обращают внимание на социальные сети, и тем самым они добывают от этого информацию. И ко мне обращались несколько международных организаций и компаний, чтобы я проанализировал тех или иных сотрудников. Вот так вот виднее, да. Их профили в социальных сетях. Не могу вам сказать сто процентов, что в скором времени наши социальные сети это станут, мне кажется, они просто вот так вот возьмут и передвинут оффлайн-визитки на онлайн. Не важно, да, насколько вы там хороший специалист. Нет, это важно, это наоборот важно, классно, когда вот отличные специалисты, о вас говорят люди, как сарафанное радио, о вас отзываются очень хорошо. Но представьте, если о вас говорят хорошо оффлайн, и вы умеете предоставлять себя людям и представлять, и вот этот вот representative, да, процесс идет в социальных сетях, это же вдвойне круто, когда люди сразу заходя к вам понимают, что, как, чему. Пожалуй, здесь уже мы начнем работать в плане интерактивно. Прошу прописать социальные сети, которые вы используете. И давайте так, максимум там одну-две социальные сети и желательно по шкале, например, если вы используете Instagram, Twitter, Facebook, то какая площадка для вас более близка и какую площадку вы считаете более удобной для вас. Например, сейчас я расскажу про свои социальные сети, которые я предлагаю вам завести или ранжировать, да, по иерархии выставить, так скажем. А пока что, сейчас пишет Telegram, Facebook, Instagram. Классно. Instagram, Tolvanai. Instagram, Facebook, Telegram. Instagram. Пожалуй, начнем. Каждая социальная сеть имеет свои плюсы и минусы. Вы можете чувствовать себя комфортно в одной социальной сети, но можете чувствовать некий дискомфорт в другой социальной сети. Это иногда, когда вы пользуетесь сразу несколькими социальными сетями, согласитесь, это иногда, так скажем, отнимает силу и энергию, что ли, вот, и вы предпочитаете одну социальную сеть. Для вас вот так вот я выделил иерархию. Первую социальную сеть, которую я предлагаю, чтобы вы завели, если у вас нет, да, или активизировали, если она у вас есть, но не активно, или же вы пользуетесь, но хотите дальше продвинуться, так это Twitter. На второе место я поставил Facebook. На третье LinkedIn или, как некоторые говорят, LinkedIn, но мне приятнее и удобнее говорить LinkedIn, поэтому давайте проговорюсь, что я буду говорить LinkedIn. Третье Telegram и четвертое, ой, и пятое Instagram. Секундочку. С твиттером не дружу совсем, упс, почему Twitter? Кстати, вот классный вопрос, почему Twitter, да? С твиттером не дружу. Facebook, привет, Insta, Facebook, Instagram, Instagram. Классно, ребят. Подробнее расскажу про LinkedIn и расскажу, почему Twitter первым поставил. В принципе, начнем, да? Twitter. Можете, пожалуйста, прописать плюсы? Не надо этот, прямо прописывать там плюс, потому что он такой-то, такой-то, такой-то. Вот вкратце, что вам нравится в Твиттере, если вы сидите и юзайте Twitter, и что вам, возможно, не нравится, если вы не сидите, ой, что вам, возможно, понравится, если вы не сидите там, ну, слышали о нем. Я правильно выразился, да? Вот. Пока вы будете писать плюсы, я думаю, расскажу вкратце о Twitter. Мне кажется, Twitter это единственная социальная сеть, которая не менялась толком, да, с даты ее основания. Это, по-моему, 2006 год. Не менялась и имеется в виду не просто сам формат Twitter, не просто вот внутренность, фон, да, как он выглядит, вот это оформление, в целом все, потому что если сравнить, зайти в App Store и тот же самый Play Market и проверить обновления, то другие социальные сети обновляются намного чаще, нежели Twitter. Мне кажется, это одна из таких причин, почему Twitter является одним из популярных среди блогеров, журналистов, политиков, аналитиков, экспертов, профессионалов. Многие, я сейчас, возможно, прозвучу чуть-чуть дискриминационно, но многие, вот многие люди из высшего общества, да, это чуть дискриминационно звучит, но это факт. Многие люди из высшего общества сидят в Twitter, потому что в твиттере происходит вся вот эта ажа, в твиттере люди за рубежом твиттер более популярен, то есть можно их читать в твиттере. Твиттер краткая сестра таланта, классно, да, можете подробнее более популярен. Твиттер больше профессиональная среда, да, вот как раз таки твиттер больше профессиональная среда, в том плане, что очень много экспертов и аналитиков, профессионалов сидят, политиков, бизнесменов, журналистов, бизнесвумен, да, вот много таких людей. Давайте теперь перейдем на минусы. Какие минусы вы считаете у твиттера есть? Да, Солбек, в твиттере плюсы и минусы расскажу. Какие минусы вы считаете есть у твиттера? Кстати, предыдущий спикер Роман, который до этого вел вебинар, он несколько раз как раз таки затрагивал тему твиттера и несколько раз говорил о твиттере. Ну, кто смотрел, да, вот мы это сегодня проговорим. Мало читает молодежь. Не сильно популярны, не сильно популярны в странах Центральной Азии, в том числе у политиков. По частоте идет ВП, частота профессиональная среда. Я просто не сижу. Да, я абсолютно с вами согласен на самом деле. Перейдем к тому, на каких плюсах и на каких минусах я остановился. Начнем с плюсов, да, а потом на минусы перейдем. Первое. Бесплатная реклама, пиар. Если вы сидите в твиттере или же слышали о нем, то вы, возможно, слышали еще о, возможно, это бесявая часть, но все же я это отношу к плюсу, да, вот это вот уведомление постоянное. То есть в твиттере постоянно выскакивают уведомления, когда люди, которых вы читаете, лайкают других людей или они выскакивают и ты... И тем самым у вас в уведомлениях получается такая бесплатная реклама других пользователей, других профилей или какого-нибудь твита популярного, да. Это чаще всего происходит, когда вы новый юзер, новый пользователь. Но, тем не менее, недавно я столкнулся с другом, встретился с другом и у него была такая проблема. Он ко мне пришел такой... и говорит, что у него по сей день вот это бывает, а хотя он зарегистрировался в 2008 или 2009 году, то есть в течение всего этого времени у него вот эти вот уведомления выскакивали. Мы там починили, если у вас тоже выскакивают эти уведомления, вы хотите от них избавиться, то без проблем, я могу потом помочь, можете связаться со мной. В Фейсбуке тоже выскакивают эти уведомления, эти же самые, да, так скажем, мини-пиар других людей. Там кто-то поделился этим, кто-то лайкнул вот это, но в твиттере это происходит именно как-то четче, что ли, и понятней, и не слишком часто, как в Фейсбуке. Минус, лимит на количество символов, да. Согласны, насчет твиттера не очень в странах не популярен. Второй плюс. Первым шепчет новости. Как я уже сказал и как вы уже сказали тут, твиттер... Ой, я не говорил, вы сказали тут, я позже чуть расскажу. Твиттер не популярен у нас в Кыргызстане и в целом в Центральной Азии, да, но он очень популярен за рубежом. Именно там, в Европе, да, в Америке, там вот политики сидят. Из-за того, что сидят, так скажем, люди, которые как раз таки получают информацию первыми, они запускают в Твиттере информацию первыми. Тем самым, Твиттер в иерархии занимает первое место по информативности и, грубо говоря, новостной портал. Все новости сначала попадают в Твиттер. Если кто смотрел утреннее шоу от Apple TV, если не ошибаюсь, то там, помните, момент был, когда вот эту главную героиню стала очень популярной и в итоге она дошла до момента, что стала телеведущей утреннего шоу. Это благодаря Твиттеру там, где она откровенно, так скажем, высказалась человеку, который пришел на митинг, да, касательно, я уже забыл детали, но вот суть в том, что ее засняли, выложили в Твиттер. И вот эти процессы, моменты происходят часто в Твиттере, тем самым люди становятся популярными, новости приходят первыми из Твиттера. В Инстаграме тоже есть такое, да, кстати, в Инстаграме тоже есть такое. Но в Инстаграме, к сожалению, очень редко это бывает. Третий плюс огромный, который я бы хотел вам сказать. Видео пропадает, да, у кого-то? Не у всех же видео пропадает? Спасибо, что пишете. Да, надеюсь, это из-за интернета, потому что у меня вроде все норм. Третье, это площадка, которая создана для вас, для будущих профессионалов, для состоявшихся профессионалов, для экспертов, аналитиков. Тем не менее, чтобы мы могли продвигать и идти в ногу со временем, я предлагаю Твиттер. Все же я ставлю, да, Твиттер в иерархии на первое место и предлагаю вам использовать его тоже в качестве микроблогинга, где вы можете высказывать свое мнение, экспертное мнение, выражать те или иные, так скажем, выражать свое мнение и делиться теми или иными событиями в жизни. Перейдем к минусам. Как вы уже упомянули, в Твиттере очень мало символов, в Твиттере очень мало символов и у всех вроде нормально, у кого я пропадаю, простите, это по ходу из-за интернета. В Твиттере минус есть, который вы упомянули, и вот тоже на тех минусах, который остановился, это мин на поле. В Фейсбуке тоже самое, я бы сказал, да, что очень много критики, что очень много людей, которые негативят, но в Твиттере это происходит конструктивно иногда, иногда нет. Часто бывает, что вы, когда становитесь популярными или ваш Твит становится популярным, да, набирает какое-то число, какое-то количество лайков, ретвитов, то все, вы становитесь жертвой критиков, потому что критики нападают на вас, начинают каждую точку, запятую, там, я не знаю, перетирать, говорить, что вот это верно, что вот это неверно. Поэтому в Твиттере, если вы сидите или будете сидеть, было бы классно разработать некий такой этот, так скажем, дух себе, да, не обращать на это внимание. Ну, конечно, воспринимать критику нужно, если она конструктивная и, как это, suitable. Вторая краткость, сестра Фейсбука. Как вы сказали, в Твиттере мало символов, и там невозможно писать, если вы там, я не знаю, захотели написать что-то такое вот прям, что-то большое, то там это нельзя уместить в один пост, но можно сделать тред, пару твитов. Все-таки, я считаю, это тоже минус, потому что, ну, хотя, может, это и плюс, этими держится Твиттер, краткость сестра таланта, но я считаю, что это краткость сестра Фейсбука, когда в Фейсбуке вы можете писать вот просто, я не знаю, огромный поэм, а в Твиттере придется думать, сокращать и максимально урезать все, что происходит. Это особенность Твиттера, да. Ну и третье, как вы уже тоже упомянули, в последнем стоит в списке у нас в Центральной Азии, то есть он не популярен и даже среди политиков, среди бизнесменов, но, тем не менее, в последнее время я замечаю в Твиттере очень много активности от депутатов, от экспертов, аналитиков, от политиков, от бизнесменов, кстати, тоже и бизнесвумен, и это так прям, я не знаю, приятно, когда заходишь и читаешь от уст, ну, читаешь таких людей и понимаешь, что они делают, они делятся своими идеями тем же самым, они делятся, что происходит, рассказывают о своей работе, и ты видишь не просто человека со стороны, а ты видишь человека изнутри. Конечно, человек фильтрует, что писать, что не писать, но, тем не менее, получается так, что ты видишь человека так или иначе уже с другой стороны. Перейдем на Facebook, также прошу прописать, какие плюсы вы знаете у Facebook. Я уверен, что, ну, ладно, не буду уверенным, да, я думаю, что в Facebook сидят многие из нас, и если даже не сидят, то знают, как устроен Facebook. Вот, я думаю, что вы знаете все минусы и плюсы, поэтому прошу, давайте пропишите их в комментариях, чтобы другие увидели, какие плюсы есть, какие минусы есть, потому что, возможно, какие-то плюсы, которые я считаю плюсами, являются минусом для других людей, какие-то минусы являются плюсом для других. Вот. Пока что жду от вас комментарий. Я вам расскажу, что Facebook это такая платформа, она очень крутая, я бы сказал, тем, в том плане, что эта площадка забрала к себе вот буквально все. И вот есть разные социальные сети. Facebook, мне кажется, взяло, Facebook взял, Facebook чей мой взял, он получается, Facebook взял по чуть-чуть оттуда, 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 оттуда. То есть в Facebook есть все абсолютно. Это часть Instagram, это часть Twitter, это часть LinkedIn, это часть этого, это часть того, это часть пятого, десятого, да? Это вот прям мульти такая социальная сеть. Больше влиятельная среда в плане общества, непопулярность среди молодежи. Да, кстати, спасибо, что пишете. Непопулярность среди молодежи, больше влиятельная среда в плане общества через Facebook. Через Facebook. Минусы тоже уже начали прописывать. Минус в том, что много фейков. Один человек может хоть десять создать фейков и постить в мусор. Перейдем к тому, на чем остановился я тогда. Первое. Как вы уже сказали, Facebook это площадка, вы до этого упоминали, что где можно писать много. Facebook это такая площадка, где есть заметки. Это вот единственная, кстати, по-моему, площадка, где есть заметки. Заметки это, иначе говоря, лендинг-пейдж. Мини-лендинг-пейдж, где вы можете вставить текст, фотку, обои, картинки. Я не знаю, все что угодно, ссылки, мылки. Вот все вместить в одну заметку и сделать это в виде лендинг-пейджа. И предоставить в качестве статьи, я не знаю, какой-нибудь работы. И вот в Facebook можно не ограничиваться символами. И там можно вставлять обложки, ссылки, местоположения, геолокацию, язык, время, дату. Даже можно запланировать пост на процессы. Да, Айзат, больше дела, техподдержка долго отвечает. В Facebook очень много приложений и рамок. Скорее всего, вы сами вставляли рамки у себя в аватарки, да? И там, например, какая-нибудь рамка снизу. Я за зеленый город. Я, чтобы дома, stay at home, да, вот эта рамка недавно была. Потом еще какие-то рамки есть, разные рамки есть. Вот Facebook популярен тем, что он очень функционален, и там функций намного больше, чем в других социальных сетях. То есть там есть все. Но я бы хотел предупредить вас о том, что в Facebook скоро в 2021 году, ну, по крайней мере, так пишут, уберут рамки. Вот эти вот, типа stay at home, еще какие-нибудь рамки. Третье. Это страницы, паблики. Иначе говоря, в Facebook жутко много пабликов. Я недавно поинтересовался и зашел, и вы не поверите, сколько пабликов я нашел. Там можно вот просто ранжировать от, начиная научных каких-нибудь пабликов, где сидят вот прям очень умные люди, заканчивая... Ой, я, господи, дискриминирую, да? Ну, скажем, заканчивая уличной какой-нибудь... Кстати, так и есть, да? Я наткнулся на паблик, где написано что-то там, что-то сплетни. Сплетни какого-то района было. Я зашел в эту группу, мне стало интересно. И там такие посты есть, типа, а вот Наташа с нашего двора вышла. А вот Исмаил во дворе там начал делать это. А вот Ильяс. И вот прям прописывают. Я сижу, думаю, ничего себе, да, вот реально. Из-за того, что аудитория разношерстная в Фейсбуке. Много иностранных контактов. Там в большинстве только взрослая аудитория больше возможно что-то делать. Да, кстати, это тоже, мне кажется, сплетни. Верно. И вот можно найти группы по своим интересам. Например, мне интересно медиа, журналистика, антропология, культурология, социология. Я зайду в Фейсбук, я с легкостью быстро могу найти какие-нибудь страницы. Группы, где я буду чувствовать себя комфортно. И это считается плюсом. Кинус. Нет активности, Arrivederci, как говорят. К сожалению, в Фейсбуке это до сих пор практикуется. Когда... И это практикуется очень активно. В других социальных сетях это тоже есть. Это, конечно, как в жизни, да. Социальные сети это олицетворение нашей жизни. Меньше контактов, меньше ты взаимодействуешь с кем-то. Больше люди тебя забывают. Чем больше ты общаешься, тем больше люди тебя вспоминают. Также то же самое в Фейсбуке. Но в Фейсбуке это намного чаще происходит, когда вы, например, постите. Заметьте, вот ради эксперимента можете в течение недели поставить себе такой, мне кажется, лимит, марафон сделать, да. И каждый день в течение недели постить посты. Посты делать такие полезные, я не знаю, какие-нибудь лайфхаки или еще что-нибудь. Тем самым вы увидите, что первый пост по сравнению с седьмым, то есть на седьмой день поста наберет больше лайков. И как только вы вот эти семь дней сделаете, попробуйте взять перерыв на семь дней и сделайте обратно пост. Нет, не семь дней, давайте возьмем восемь дней. На восьмой день обратно попробуйте сделать пост. Этот пост наберет даже меньше лайков, чем самый первый пост. Потому что в Фейсбуке есть алгоритм, по-другому он называется, как-то по-другому. В общем, у него такое название очень профессиональное. По нашему, по местному, я бы сказал, мы называем 69 лайков, 69 кликов. Благодаря 69 взаимодействия с человеком, неважно, лайк, комментарий, твит, активность, человек начинает видеть, и вы друг друга в ленте появляетесь. Если нет, то меньше спускайтесь. Вот этот engagement рейтинг падает. Утечка данных. Если вы помните, то каждый год в Фейсбуке бывает какой-нибудь бунт из-за утечки данных. И в прошлом году был такой прям реально огромный процесс. Марка Цукерберга, если вы помните, вызвали на допрос, где как раз таки он себя показал, что возможно он робот. Нет, я шучу, конечно. Были мемы такие, были шутки. Потому что был момент, помните, когда он такой сидел мрачно, потом такой улыбнулся и обратно помрачел в течение секунды. То есть вот эти процессы, когда идет утечка данных, это иногда бесит. Потому что через Фейсбук, я же опять говорю, это социальная сеть, которую мы используем в качестве входа для этой площадки, входа для той площадки. Кто пользуется Canva и другими площадками, через Фейсбук удобно заходить и регистрироваться. И когда идет вот эта вот утечка данных, это не есть хорошо. И это никак не решается по сей день. По сей день опасно выкладывать там, общаться через Фейсбук и делиться личными вещами. Третье. Фейк-ньюс. Кстати, вот вы упомянули, сейчас скажу. Айгерим сказала, что минус в том, что фейков один человек может хоть 10 создать фейков и постить мусор. Абсолютно верно. Фейсбук пока что остается одной такой главной площадкой, где разгуливают фейки, спам. И люди читают это, люди репостят это, люди лайкают, комментируют. И когда ты видишь это, хочется прямо сказать, пожалуйста, давайте думать, адекватно относиться к этим ситуациям и смотреть на это чуть-чуть по-другому. Гуглить, я не знаю, факт-чекинг, включать свое критическое мышление и смотреть на это по-другому. И как раз таки мы этим сейчас занимаемся. Мы и друзья, мы с ними пытаемся сделать курсы по факт-чекингу, по повышению критического мышления. Дошли до LinkedIn. Тут обратно требуется ваша помощь. Давайте делиться, какие плюсы и минусы есть у LinkedIn. Как вы думаете? Пропишите, пожалуйста, плюсы. Какие плюсы есть у него? И как вы думаете, является ли LinkedIn необходимой площадкой, где нужно сидеть, нужно открыть профиль и зарегистрироваться там? Чисто профессиональная среда, да, я согласен. Профессиональные контакты. Знаю, что крутая сеть для профессиональной прокачки. Отлично. Спасибо большое. Давайте теперь минусы, какие есть. Классно можно виртуально создать CV на LinkedIn. То есть бумажная версия не нужна по сути. И там работодатели находят тебя. Но хвалят, что после своей линии можно... Пропала... У меня презентация пропала, да? У меня презентация пропала у вас, ребят? Коллеги, друзья... А, нет, появилось. Все нормально. Да, простите, что-то у меня просто в телефоне она пропала. Все, восстановил, все нормально. Минус, слабая вовлеченность. Люди там сидят редко, либо слишком заняты и долго принимают твою заявку. Невысокий процент использования. Минус в том, что в Центральной Азии это не популярно. Спасибо огромное. Вы прям перечислили все эти минусы, на которых я остановился на самом деле. В LinkedIn начнем с плюсов. Первое. Скажи мне свой профиль в LinkedIn. Я скажу, кто ты. Это действительно такая профессиональная площадка, где... Она, кстати, не слишком популярна у нас, но очень популярна за рубежом. Где ты можешь создать себе профиль и обновлять ее, апдейтить каждый раз, когда там что-то происходит у тебя в жизни. И тем самым люди... Кстати, подписаться на людей, скажем, на коллег своих, на знакомый вот этот круг, да, профессиональный. И тогда вы будете выходить у них в ленте, они будут у вас появляться в ленте. И тем самым вот эта вот профессиональная сеть, профессиональное окружение, она будет расти. Все верно. Минус LinkedIn заблокировали ее в России, так как через нее стали хэдхантить айтишников. Абсолютно согласен, та же самая ситуация у нас, но она у нас не заблокирована. И айтишники у нас, по крайней мере, насколько я знаю, моих знакомых не забирали туда. Но мои знакомые работают, айтишники, да, как раз такие дизайнеры тоже, работают на зарубежной компании, при этом находясь здесь. Второй плюс это LinkedIn, это вот прям эспрессо, если сравнивать с кофе, да. Если Facebook это rough, то есть там прям шоколад, я не знаю, такой вот ванильный, там это то, пятое, десятое есть, то в Facebook это вот прям четко, ясно, рамки. Professional, that's it, that's all. Для нас развитие транзитных перевозок. LinkedIn главная сеть сейчас. Да, кстати, а так за рубежом он рулит, да. Вы уже прямо упомянули, у нас для Центральной Азии, к сожалению, LinkedIn это вот что-то на слуху, что-то вроде мы видели, что-то вроде регались, да, как я примерно сделал аналогию, как с авокадо, но, к сожалению, это у нас не популярный фрукт и толком никто его не юзает, кроме тех людей, которые хотят выйти на зарубежные компании. Мой вам совет, это поскорее завести профиль в LinkedIn и обновлять его, потому что люди никогда не знают, да, что будет завтра, поэтому такой некий совет от меня, как от SMM-специалиста, все же завести аккаунт и заполнить его поля, да. На всякий случай имейте, да, потому что это будет онлайн, ваша визитная карточка, это будет онлайн CV, резюме, где будут прописаны, кто вы, что вы, где вы работаете и желательно подпишитесь на ваших коллег, подпишитесь на некоторые работы, да, там есть очень много компаний, которые сидят. Все пропало. Султанбек, у тебя все пропало, да, а у остальных? Здесь все это, все нормально. А, все, хорошо, спасибо большое. Султанбек, прости, интернет, походу, значит, слабый. Продолжаем. Опять-таки в LinkedIn все профессионально и нету котиков, это иногда утомляет. Я для опыта попользовался LinkedIn буквально в течение недели. Я вот прямо из LinkedIn никуда не выходил, пользовался только LinkedIn. И в итоге у меня даже, мне кажется, речь изменилась, что ли, потому что там все про вот работу, работу, работу. Но это меня сильно утомило, потому что я человек, как и другие люди, и мне нужно какая-нибудь, я не знаю, отдушина, да, так говорят. Но что-то такое, что вот я вижу котиков, собачек, щенят, детей, я не знаю, мемчики какие-нибудь, и вот радуюсь. И вот этого мне не хватало. К сожалению, этого в LinkedIn нет, мне так кажется. С экспертами, аналитиками исследовательских центров и топовых университетов. Как развиваться дальше и сеть контактов уже более-менее, а следующие шаги куда направить? Лейла спросила, простите, как развиваться дальше и сеть контактов уже более-менее, а следующие шаги куда стопы направить и так далее. Это от вас зависит на самом деле, потому что LinkedIn, да, если вы хотите работать на зарубежной компании, то мой вам совет подписаться на зарубежные компании и начать подписаться именно на компанию, а подписаться на людей, которые тоже подписаны на эту компанию, начать с кем-нибудь там переписываться. Обычно так это и происходит, да. Наши мои знакомые IT-шники, которые вышли вот именно через LinkedIn на зарубежные компании, это так и произошло. То есть они создали профиль, они подписались на всякие дизайнерские IT-компании в других странах, начали потихоньку им писать, качать свой профиль, набирать сеть контактов, да. В итоге они начали переписываться с некоторыми будущими клиентами, начали делать одну работу и самое главное, да, вот что они мне говорят. Сделай одну работу хорошо для одного клиента, это как сарафанное радио пойдет. Этот клиент потом поделится твоим профилем другим своим сотрудникам, коллегам, клиентам, да, и вот так вот пойдет, то есть как сарафанное радио. Поэтому мой совет, не бойтесь, пишите тем коллегам, будущим вашим, возможно, да, людям, сотрудникам в других компаниях LinkedIn. Да, спасибо большое, LinkedIn. Я вначале говорил, что некоторые говорят LinkedIn, для меня удобнее говорить LinkedIn. Мне отвечали как-то сотрудники, полтора-две месяца, мы писали их, и по секунду все решилось. Вот, отлично, да. Выход на первых руководителей идеален. Да, Лейла, классно. Именно в LinkedIn общаюсь с экспертом, аналитиком из исследовательских центров. А еще что? Пока что так вот, а потом все уже, вас начнут хантить и пойдет дальше. Я просто не знаю, чем вы занимаетесь и, в принципе, да, в какой сфере вы крутитесь, но какие-нибудь лайфхаки. Из лайфхаков, это вот мой лайфхак, да, не бояться писать и писать, выходить, сначала попытаться, если зарубежная компания на английском, показать, что вы не просто bilingual, да, который может говорить на русском и кыргызском, вы еще и знаете английский, вот, и транспорт и логистика. О, мне кажется, транспорт и логистика, прям это классно. То есть, можно тогда я вам чуть позже, или напишите мне чуть позже, потом, пожалуйста, где-нибудь в социальных сетях, я вам прям это, дам контакты моих знакомых, которые как раз-таки тоже через LinkedIn вышли на зарубежные компании и работают с ними. Для этого им пришлось чуть-чуть попотеть, потому что транспортные компании уже работают с нами, с нашими некоторыми ребятами тут в Кыргызстане. Вот, и они работают отдельно, то есть, создали прям чипы, по-моему, или ИП, или даже ОСО, и работают с ними здесь напрямую. Хорошо, я тогда напишу. Пойдем дальше. Телеграм. Показывается, да? Давайте плюсы и минусы. Сразу чуть-чуть время потеряли, уже 8.40. Какие минусы и плюсы в Телеграме вы знаете? Мне кажется, сейчас это многие напишут. Вкратце, сравнительно с другими социальными сетями, Телеграм стал очень популярен в Центральной Азии, потому что, ну, в целом, создатели из Центральной Азии, из России. Вот. И он очень популярен среди, как раз-таки, крутых ребят, профессионалов, которые завели себе Телеграм-каналы, иначе говоря, паблики, где они постят, делятся мнения, много профилей с возможностями. Да, много профилей с возможностями. Анонимность, каналы крутые, быстрые, безопасность больше вроде. Да. Ведем сразу тогда плюсом. На самом деле, Телеграм для меня это не просто мессенджер, как он изначально был создан, а прям реальная социальная сеть, потому что я считаю, что вот в будущем Телеграм, это вот прототип Вичата, китайского Вичата. Наверное, вы слышали, что через Вичат можно оплачивать, я не знаю, производить какие-нибудь проплаты, общаться, там есть каналы, там есть в качестве мессенджера, вот просто все. Это не просто, я не знаю, социальная сеть Вичат, да, это вот прям целое огромное приложение, в котором есть абсолютно все. То же самое, мне кажется, Телеграм к этому и стремится, и он действительно очень прост и удобен в использовании. Много полезной информации. Вот боты, кстати. И про безопасность тоже сказали. Как раз таки, да, за вами никто не следит. Ну, по официальным данным, по крайней мере, нам говорят, что Телеграм остается самым одним из безопасных социальных сетей, в котором нету этого. В котором нет утечки данных, как в других социальных сетях. И в прошлом году, нет, это было позапрошлом году, да, когда Телеграм не судились, их оштрафовал, Роскомнадзор, да, если не ошибаюсь, вот, их оштрафовал из-за того, что Телеграм не хотел выдавать данные своих пользователей аккаунтов. Это, конечно, считается еще и минусом, потому что, кто знает, да, через секретный чат, через какие-то чаты, там, возможно, решаются какие-то, я не знаю, террористические атаки или еще что-нибудь. Но, тем не менее, мне кажется, это считается одним из более плюсов, потому что конфиденциальность о тебе не узнает правительство. То есть тебя не читают, за тобой никто не следит. И, по крайней мере, здесь безопаснее отправлять личные данные, да, там, например, кому-нибудь из твоих членов семьи, да, друзьям общаться, переписываться. И, конечно же, бот. Вы прописали, как вызовут в Твиттере и сколько у вас фолловеров? Эрмиак пишет, меня зовут Исмаил Карыпов, у меня в Твиттере... Я прямо в Твиттере Исмаил Карыпов, у меня там подписчиков 700... 700... Я забыл, 700 с чем-то, в общем, 730, 740, 750, 60 или 70. Что-то типа этого. Минусы. Честно, простите меня, я вот даже у вас не увидел ни одного минуса. Мне кажется, я самый такой ярый фанат Телеграма и не мог отключить в себе беспристрастность и прописать минусы, потому что для меня минусов пока что нет в Телеграме. Поэтому я просил вас прописать минусы, если вы знаете какие-нибудь минусы, пожалуйста, пропишите в комментариях, может, типа, я не вижу этого, да, кто-то, может, увидел, кто-то знает. Просто для меня Телеграм это прям, 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 прям социальная сеть идеальная. Там есть все, боты, шмоты, вот просто все. Переходим к Инстаграму. Какие плюсы вы знаете в Инстаграме? Пока расскажу вкратце, пока вы будете. Видеозвонков нету в Телеграм. Кстати, точно, спасибо, Дианубек. Я это прям пропишу. Видеозвонков нету в Телеграм. Говорят по аналогии с WhatsApp, скрин-экран, если делаешь, видят все. Да, Лейла, в этом скрин-экран, когда делаешь, видят все, это когда, там есть несколько видов чата, ну, то есть не прям несколько, там есть вид чата, когда можно настройках повысить конфиденциальность, что ли, по-моему, что-то типа этого, если не ошибаюсь. И тогда, когда вы делаете скрин, люди видят это. Это вот первый вариант. И второй, в секретном чате, там автоматом это показывается. Спасибо, Айгирим. Видеозвонки собираются ввести. Классно, было бы круто. Тогда минусов не будет. Минусы инсты отнимает много времени и бесцельный скроллинг, много спама. Я читала про Телеграм-канал, связанный с сексуальным рабством в Корее, где замешаны люди с властей и знаменитостей, и эту соцсеть до сих пор власти не могут распутать. Классное дело, мне кажется, можно потом это дальше просмотреть. Я обязательно прогуглю про вот это вот, то, что в Корее произошло, да? Ой, я читал эти связанные с Эксуальным рабством в Корее. Да, в Корее. Но в какой? Ладно, глупый образ. Южный, конечно. Конкретно площадка для купли-продажи. Натрум называется в Южной. Ой, сидим. Классно, все. Я потом дальше прогуглю. Уже прописали минусы-плюсы. Думаю, перейдем к тому, что мы остановились. Конечно же, это минус является, но в то же время это большой плюс. Это такая, знаете, прям, это социальная сеть, как бальзам на душу перед сном после тяжелой работы. Я не знаю, как у вас это работает, но после тяжелой работы, если, конечно, еще уметь правильно подписываться, да? Я в прошлом году попытался отписаться от ненужных людей, чтобы лента моя была намного чище и чтобы я листал ленту с удовольствием. Я подписался на всякие горы, картинки, дизайн, архитектура, потому что это прямо удовлетворяет мои глаза, мне кажется. И так приятно листать эту ленту, когда прямо подписываешься на такие аккаунты и марафонов. Это платформа для рецептов и марафонов. Второе, да, кстати, очень много марафонов из-за карантина. Второе, котики, собачки, плюшки. Как я уже вначале говорил, касательно LinkedIn, да, если там нету котиков, собачек, плюшек, то в Инстаграме это есть. И в Инстаграме это все открыто. То есть, какой контент вы желаете, такой он и есть. И такой контент вы можете себе загрузить в ленту, чтобы скролить было полезнее и удобнее. Третье, передовая социальная сеть в Центральной Азии. Так жизненно уже не напрягает. Насчет рецептов и марафонов. На самом деле статистика у разных источников, причем у официальных, да, она разнится. Некоторые говорят, что в Центральной Азии передовая социальная сеть является Facebook. Некоторые говорят, что это Инстаграм. Я больше всего склоняюсь к Инстаграму, потому что в Инстаграме больше читателей, пользователей. Это еще смотря, да, какую аудиторию брать. Если это старшее поколение, то, скорее всего, это Facebook. Среднее поколение, ну, типа молодежь и так далее и тому подобное, то это Инстаграм, конечно же. Но я все равно считаю, что из-за карантина, из-за карантина, грубо говоря, многие люди начали открывать себе аккаунты, а те, у кого были открыты, они начали активно его вести, нежели Facebook, да, и Инстаграм вот прям вышла вперед. Минусов. Вы прям прописали, что Инстаграм это реклама, спам. Я бы не сказал, что это прям спам. Там очень много фейков тоже бывает, но не как в Facebook, конечно. И спама тоже много. Но суть в том, что в Инстаграме жутко много рекламы. Вот прям листайте сториз, листайте ленту, реклама через каждый пост, через каждый сториз буквально. И да, хуже затягивающего, там, я не знаю, для меня криминального сериала, чем Инстаграм нету. Ой, я правильно выразился? Да, но суть в том, что Инстаграм настолько затягивает, что ты вот смотришь, 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 скроллишь, скроллишь и забываешь о времени, забываешь о том, что ты хотел сделать. Это большой минус, я считаю, тоже. Третье, последнее. Инстаграм, конечно, контент, не контент, если не видео. Инстаграм, все же я отношу к тому, что это классная платформа, но она для глаз, то есть это визуальная платформа. Там, к сожалению, посты текстовые именно читаются и блогеры есть, которые пишут текстовые посты. Но все же это вот передовая соцсеть касательно визуальной части. Поэтому, если вы хотите писать, то, скорее всего, Инстаграм это не для вас. Если вы хотите прям вести блог, стать профессионалом, стать блогером, да, микроинфлюенсером в социальной сети, то мой вам совет взять в Твиттер, возможно, и Телеграм-канал какой-нибудь. Или же в Фейсбуке, да, начать писать эти посты. В Инстаграме это больше всего видео, изображение, картинки. Как оформлять и зачем? Обязательно пишите, переходим к следующей части, вот, обязательно пишите контактную информацию в био. Очень часто бывает, сейчас я примеры покажу. Это звучит очень так, знаете, типа, ой, блин, я знаю это, но на самом деле даже я бывает, ой, так прозвучало даже я, но бывает такое, что вот даже профессионалы, они забывают указывать почту, да, в социальных сетях, био, 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 это вот описание профиля, почту, телефон, ссылки и другие, и ссылки на другие социальные сети. Это очень актуально и это очень важно, поэтому не забывайте прописывать это, пишите прям, я не знаю, ну, чуть позже придем к примерам, я вам прям детально покажу. Указывайте свою часто юзабильную популярную соцсеть в работах, визитках, презентациях. Что я имею в виду здесь? Я имею в виду то, что раз уж вы взялись за социальные сети, то прошу их еще и не забывать указывать в других социальных сетях, не забывать указывать его в своих работах, визитках, да, чтобы люди видели, что как к чему. Ну, вы, например, видели какой-нибудь бренд, элементарно, да, скажем, блин, у меня рядом ничего нету, а нет, у меня есть, скорее всего, сейчас я покажу, ой, ладно, у меня рядом ничего нет, я хотел показать Абдешата, у меня есть календарь Абдешаты, но тут в социальных сетях не указано. Обычно в Абдешате и в других вот таких компаниях, брендах, они указывают помимо телефона, номера, контактов, там, адреса, еще и социальные сети, потому что сейчас это качает, поэтому тоже советую вам. И первый пример я взял в качестве примера Даниара Моналиева, если кто его не знает, это основатель Ололо Хаус, Ололо Хаус это коворкинг-центр, да, несколько коворкинг-центров на самом деле. Человек взял, сфотографировался как на паспорт, три на четыре, то есть получается вот, звучит странно, но в общем вот взял фотку как три на четыре, и самое главное, там видна его мимика, глаза, физиономия, лицо, да, в целом. И главное, улыбается, ну в плане, фотка чистая, понятная и удобная для того, чтобы просмотреть и понять, а Даниара Моналиев, там, человек с бородой, скажем, в очках, улыбается, классно, все, вот прям привлекает, да, сразу хочется почитать, узнать, что за человек. Дальше, обложка. У него написано на обложке, меня видно, слышно, да? А то замолчали в комментариях. Да, спасибо большое, да, видно, слышно. Обложка. Тут написано революция культуры. Скорее всего, это касательно работы, то есть выбирайте обложку, если у вас какой-нибудь, там, я не знаю, какая-нибудь рекламная кампания происходит, какой-нибудь ивент, какое-нибудь, какое-нибудь событие, то выбирайте обложку. Обложка, это не постоянная вещь, поэтому вы можете ее менять, как и аватарку, да? И мой вам совет выбирать в качестве обложки что-то касательно вашей работы, потому что так или иначе вы хотите продвигать себя в профессиональной сфере. И, как, например, Даниара Моналиев написала революция культуры. Это, походу, что-то было касательно фестиваля какого-нибудь. Далее, биография, описание профиля. Обязательно пишите в описании профиля, кто вы и где вы, а если можно достижение. Вот, например, Даниара Моналиев пишет, в браке с Айнурой Моналиевой. Это прям, мне кажется, идеально, да, что прям даже прописывается, кто ты, что ты, да, с кем ты в браке. Это прям классно, мне кажется, и мило. Откуда он? Живет в городе Бишкек. Бренд-мастер Уллу-Арт-студио, изучал финансовый менеджмент в Петербургском университете экономики и финансов. В общем, и самое главное, ссылки на сайт или на статью. То есть у него здесь ссылка на сайт идет. А если же вы... А что насчет безопасности? Спасибо большое, это Луна. И насчет безопасности. Рано или поздно, если человек захочет о вас узнать, он найдет информацию о вас любым путем. И, конечно, указывать, мой вам совет, прям все достижения тоже не стоит. Правильно задал вопрос у Луны. Но в то же время, если вы хотите продвинуться в профессиональной сфере, чтобы у вас люди говорили в социальных сетях, чтобы вы были таким opinion maker, да, то это придется указать, да, рано или поздно все равно надо указывать где-то, кто вы, что вы, где работаете. Вот я считаю, что это не прям такая информация, которая может навредить вашей репутации или вам, или безопасности. Потому что, ну, если человек не узнает, где вы работаете через социальные сети, то рано или поздно он узнает в других местах, через другие ресурсы, источники, вот. Но, конечно, указывать я не имею в виду прям, типа, от рождения до конца, до по сей день, там, чем вы занимаетесь, вот детально, да. Это вот очень классный вопрос, но все же указать стоит, я думаю, потому что это вот вопрос, да, продвигаться в профессиональной сфере, но придется открыть аккаунт, сделать его доступным для всех, указать ссылки, био оформить, или же жить с закрытым аккаунтом, но тогда риск, возможность того, что вы станете микроинфлюенсером или микроблогером, очень мал. Касательно указывать. Помните, я говорил, недавно я наткнулся на такой классный канал в YouTube, Телег Мамутов, это человек из Силиконовой долины, и он рассказывает про такие вещи, о том, как, типа, о том, как менялась моя самоуверенность, почему мы отлыниваем отважных дел, медитации, параллельные процессы, как стать антихлопким и антирасслабиться. Короче, что-то типа этого видео. На самом деле, я видел не все видосы, а посмотрел несколько, мне очень понравилось. Перехожу к сути, очень много говорю. Я захотел зачитать этого человека в других социальных сетях или найти информацию детальнее, потому что мне человек понравился, и как будущий его фолловер, как будущий его подписчик, у Телега Мамутова, телеграм-канал тоже крутой. Да, Канакей, кстати, спасибо. Но видите, как я узнал о его телеграм-канале, как я узнал о том, что он в Твиттере сидит. Мне было очень сложно это сделать, поэтому мой вам совет, не усложняйте жизнь своим подписчикам, а упрощайте. Чем проще им будет, тем удобнее им вас читать. Указывайте во всех социальных сетях, где возможно, ссылки на другие социальные сети или на ваши сайты, где будет возможность достучаться до вас, прочитать о вас, увидеть вас еще больше. Суть в том, что я перешел на персональный сайт, который Телега указал у себя в Ютюбе, и на сайте через что-то там, что-то, что-то, лишь прокручивая, я нашел Твиттер, что ли, и потом через Твиттер я вышел на Телеграм-канал. Будет доступно в хорошем качестве на сайте. Если он ищет просто инфу, то ему и не нужно писать в био все детали. Все верно. Вопрос был, нужно ли разделять личную страницу и профессиональную. Спасибо большое, Анна, я пропустил этот вопрос. Это зависит тоже от вас. Например, я не разделяю, я не советую другим разделять, потому что мы пройдем чуть больше, когда мы начнем рассматривать профили, как раз таки скоро дойдем до этого. И прошу, беру в mind, вот этот вопрос, нужно ли разделять личную страницу от профессиональной. Можно ответить на вопрос, Анна? Да, зад, конечно. Советую еще Андрея Курпатова, его YouTube, Instagram, он тоже вещает много об онлайн присутствии. Андрей Курпатов, да, кстати, наверное, зависит от того, что человек хочет. Разбор профиля, почему люди их читают? Ну, во-первых, люди их читают, потому что они к постам выбирают обложки, то есть у них пост визуально еще наполняется, помимо текстового варианта, да. И как бы это странно ни звучало, возможно, вы зададитесь вопросом, типа, это что до сих пор актуально, да, стоит ли, там, я не знаю, в Facebook пост фотографии прикреплять или нет, то я скажу, да, это до сих пор актуально, потому что много постов бывает, где нет текста, ой, где нет фотографии или там визуала, да, какой-нибудь, типа картинки, элементарно ссылки, но текст очень классный. И прям хочется написать этому человеку, я ей прям пишу, типа, блин, круто, спасибо, огромное спасибо за такой крутой текст, пожалуйста, там, прикрепи какую-нибудь картинку, потому что это доказано, что на данный момент, сколько процентов я не помню, можно потом в статистике просмотреть, прогуглить, что пост, оформленный с визуальной частью тоже, например, с какой-нибудь картинкой, охватывает и набирает посещаемость, как это, лайки, да, и видимость намного больше, нежели чем обычный текст, обычно просто пост с текстом. Истории. Главное, они пишут, второй вариант, второе, это, да, что мы заметили, это то, что они пишут очень простым, доступным для обычного обывателя языком. О чем это говорит? О том, что это профессионалы, которые не используют канцелярский язык, которые пишут очень легким, простым, доступным языком о сложных вещах, например, о своей работе, да, и они это все делают так просто, что ты читаешь, я как гуманитарий читаю экономиста, который пишет касательно экономики, касательно цифр, дейта, да, каких-нибудь. И мне прямо это залетает, потому что очень написано просто, легко, душевно, кратко и емко, да. Да, меряем, запись вебинара будет, в YouTube выложат. Далее, абзацы. Они делают, как бы это странно не звучало, но вы когда-нибудь замечали, когда посты бывают такие кирпичные, в плане, у меня бывает, когда я натыкаюсь на такие посты, мне прям хочется закрыть это поскорее, потому что посты очень неудобные в плане чтения, и прям глазам больно от этого. Они такие кирпичные, будто текст слипшийся. Поэтому мой вам совет тоже, пожалуйста, разделяйте текст по абзацам, чтобы было удобнее читать, если текст большой, да, даже если маленький. В Twitter, даже элементарно в Twitter, когда вы маленький текст пишете, лучше разделять его, ну, разделить на один раз, там, максимум, да, потому что символов мало, чувства. Они делают из... Вот как раз вопрос Ани. Простите, вопрос Анны. Анны, да, вопрос Анны. Людей, которых я нашел в качестве примера, экспертов, аналитиков и профессионалов, они ведут социальные сети не отдельно от профессиональных. Вот здесь как раз таки они этими цепляют. То есть они ведут социальные сети не просто тупо, типа, продолжение своей работы в социальных сетях, что вот где они просто закидывают работой, 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 работой. Они разбавляют свой контент, они разбавляют контент именно таким душевным, человеческим. Все мы люди, да, человек тянется к человеку. И поверьте, это как бы странно не звучало, но действительно, почему-то вот стори-тейлинг, да, когда вот рассказываются истории какие-нибудь душевные, они читаются намного больше, нежели другие обычные посты. И они там прописывают, помимо, так скажем, профессиональной части своей работы, они еще пишут о личной жизни, где они пишут о том, что первые эмоции, чувства, когда ребенок делает первые шаги, фильмы, эмоции, мемы, делятся этим всем, сериалы рассказывают, говорят о том, что когда у них, я не знаю, недавно я видел у кого-то, что вот жена родила, и этот человек прям так классно описал, этот момент, когда у жены начались роды, как это все происходило, и смотришь на этого человека, и думаешь, вау, я вот прям не ожидал от этого человека такой пост душевный, и в итоге этот пост набрал очень много лайков. Это, конечно, меркантильно звучит, что вот прям пишите ради лайков, да, но на самом деле я имею в виду, пишите для себя, пишите так, как вы хотите, но мой вам совет, если хотите набрать больше популярности, то лучше всего не разделять профессиональный аккаунт от личного аккаунта. Дальше фразы. Они используют не шаблонные фразы, они делают, так скажем, как это, заголовки, да, то есть в качестве заголовков они используют цитаты, диалоги, я не знаю, моменты из жизни какие-нибудь, что цепляют людей. Это прям будто какая-нибудь журналистская статья там. И вот реально люди, когда постят, мне кажется, что они будто постят прям такую, знаете, статью, но это не статья, это такой душевный классный пост. И пост, возможно, о работе, а возможно нет, но тем не менее, так или иначе, да, они делают заголовок. И снизу там лид, а потом уже идет сам пост. Интерактив. Самое главное, как и в жизни, как я говорил, социальные сети, это олицетворение нашей жизни, и если ты меньше общаешься с людьми, меньше контактируешь, как люди будут узнавать о тебе, да, поэтому то же самое в социальных сетях, если, в целом, мой совет, не забывайте о своих друзьях, о коллегах, я не знаю, знакомых, родственниках, подписывайтесь на них, вместе, там, лайкайте друг друга, переписывайтесь, обменивайтесь контактами, чтобы был вот этот интерактив в том плане, что комментарии, репосты, лайки, шейры были. Возьмем первый пример, Азамат Акинеев, это консультант больших и малых проектов в Кыргызстане. Начнем с того, что вот Азамат Акинеев пишет, консультант больших и малых проектов в Твиттере, сразу видно, видите, аватарка классная, приятная, да, обложка, тоже реформа написана, видимо, касательно работы, прям, далее, смотрите, сколько подписчиков, 4587, это на тот момент, когда я это скринил, это было, когда я заскринил, это было 12 апреля, получается, я заскринил, да, на данный момент, мне кажется, у него намного больше, теперь, как он пишет, вот, просто давайте прочитаем один пост, под этот коронакризис, я так понял, благополучно похоронена идея снижения избирательного порога с драконовских 9%, всем сейчас не до этого, жаль, теперь вероятность изменений в законном русле стала еще меньше вероятность, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я, конечно, не эксперт в этом, и я толком ничего не понял, но то, как он, видите, пишет, идея снижения избирательного порога с драконовских 9%, это уже говорит о том, что, то есть, он пишет свое мнение экспертное, да, в экономике, но преподносит это так, что вот не научными словами, канцелярскими, а очень простым языком доступным. Дальше он вот здесь пишет, люди не понимают, что рассказывая или даже пересылая всякие теории, заговоры о том, как кто-то Билл Гейтс, Китай, США, без разницы, специально наслал на этот мир эпидемию, они не проповедуют, а исповедуются. В своей тупости они думают, что срывают покровы, но лишь самих себя. Тут он прям, мне кажется, классно задействует еще факт-чекинг, то есть, вот он прям описывает, это, конечно, чуть ужасно, что тут прям пишется, что в плане показывать свою тупость, да, можно было бы чуть-чуть мягче сказать об этом, но так или иначе он прям прописывает, что не верьте ложной информации про то, что мир, вот этот коронавирус был наслан, выслан, наслан, да, на этот мир, там, типа, благодаря теории заговора, типа, Билл Гейтс, Китай и так далее, и тому подобное. Что мне понравилось, что мне действительно нравится в таких людях, так это то, что несмотря на свою популярность и взгляды какие-нибудь, они еще успевают ловить хайпы, тренды и делать такой вот, так скажем, небольшой мини-хайп у себя. Тут вот он пишет, кто не в курсе про Матраимова, это крупный коррупционер у нас в Кыргызстане, можете потом дальше прогуглить. Тут он пишет, ребят, я тут несколько раз писал про Матраимова, хотелось бы извиниться перед человеком, по правде говоря, доказательства у меня нет, свечку не держал, судебных решений не видел, тем более он меценат оказывается, простите. Откуда вот это прощение? Недавно у нас была волна прощений, это прям пример, чуть позже я расскажу, благодаря Бектуру, врачу, да, который сделал такой небольшой хайп и создал резонансную тему. Азиза Умарова, она из Узбекистана, классно, просто пушка, мне кажется, в Фейсбуке, если в предыдущем мы взяли Азамата Кинеева в Твиттере, теперь мы взяли Фейсбук, исполнительная директорка консалтинговой компании SmartCov Consulting, да, смотрите, тут она оформляет классно, что вот она является исполнительной директоркой SmartCov Group и главный указывает, да, собачка, Эдита for Eurasia, что-то там, что-то, что-то, из города Ташкент в браке с Хикмат Абдурахманов и училась в университете святого Эндрю, да, вот как раз таки, о чем я говорил, заголовок, что вы помнили, дальше лид, она пишет, на Чулпан Хамату и создатели фильма Зулия Ха открывает глаза, вот прям лид, и дальше ее пост, она выбрала обложку, визуальную часть, да, и классно это все оформила, и смотрите, сколько лайков она набирает, Азиза в Фейсбуке набирает как минимум так 200-300 лайков, вот просто изи, и сколько людей поделилось, 70, сколько лайков, комментариев она набрала, 108, это вот классный пример того, то, что люди используют свои социальные сети не просто как профессиональное продвижение с использованием каких-нибудь профессиональных слов, да, вот, а более простым, доступным языком прописывают это все, переделывают, описывают, также еще включают свою жизнь в социальной сети, то есть, как я уже сказал, эмоции, чувства, ощущения какие-нибудь, там, вот, Олжас, это казах, телеграм-канал, у него 21 тысяча подписчиков, это, мне кажется, вообще просто пушка, он также пишет в биоэкспертное мнение по курсу Тенге, видите, то есть, прям сразу описывается, обратная связь, все есть, канал отражает только личное мнение автора, тем не менее, у него мнение такое вот экспертное, его пост, карантин, обвалил розничную торговлю в Казахстане, то есть, вот, еще выделил жирным в телеграме, что классно, да, он выделил и говорит о том, что вот заголовок, дальше идет лид и сам пост, внизу, конечно же, телеграм-канал, его телеграм-канал, потому что, возможно, этот пост, даже невозможно, 100% будут шерить в других каналах, вот его краткая информация в Фейсбуке, я его в Фейсбуке тоже нашел, вот он прям прописывает, где он работал, видите, пример того, как можно оформить Фейсбук, да, в качестве резюме. теперь внимание, внимание всем, кто там спит, если не спите, пожалуйста, ой, если спите, проснитесь, Олжас использует хайп, это так круто, кто-нибудь, кто не знает этих чувачков, которые несут гроб, пожалуйста, потом позже прогуглите про этот мем, это прям такой популярный мем стал именно 2020 года, и тут, помните, недавно был такой этот бум, прям в интернете, в новостях, когда цена на нефть упала, и тут вот он сопоставил это, сделал вот это вот, да, протянул из мема и экономическую часть, да, связал это и сделал такой некий классный пост, ну все, такого точно никто никогда не видел, он пишет, и вот эти ребята, которые несут гроб и танцуют, и танцовывают, да, мне кажется, это вообще топчик, далее он пишет, использует, вот в качестве работы, тут уже сопоставление я сделал, что-то, он использовал мем, и тот же, и тот же, кофе, и тут же этот, то есть вот здесь идет дата, анализ, вот, его работы, и он предоставляет этот анализ вместе с постом, говорит, вот как вернуть 42500, это наш эксперт, эксперт, точнее, IWQPR, вот, пример, почему я его взял в качестве примера, на самом деле лайков там не так много, как в других предыдущих, которые я взял, и подписчиков не так много, но что мне понравилось, так это то, как он оформляет посты, как я вам сказал, он прям использует вот этот вот communication, когда отмечает, например, смотрите, он сделал пост 1 декабря 2019 года, он отметил Стаса, еще других людей, написал короткий пост, обязательно отметил других людей, фотография, и так в каждом посте, то есть вот он при выступлении Республики Узбекистан, Евразийский экономический союз миграции узбекских трудящихся, ИС, то есть оно здесь прям хэштеги ставит, это так классно, когда человек юзает хэштеги, отмечает, тегает. Е, теперь доходим до хайпа, помните, я вам сказал про Биктура, который врач, и так далее. На самом деле хайп это сложная вещь, в наше время многие в погоне за хайпом становятся жертвами буллинга, массового, кибербуллинга, либо же становятся популярными благодаря хайпу. Но так или иначе, нужно осторожно относиться к хайпу, потому что это опять-таки, может привести к буллингу, либо же наоборот к росту. Первый пример. Хайпа, который недавно был у нас в Кыргызстане, это недавно вот по всем соцсетям Кыргызской республики прошлась волна прощения у государства за то, что за что-либо, за какие-либо деяния. И этим послужил, стал символом этих прощений сам Биктур, потому что он написал твит, видите, он сидит в твиттере, как раз-таки использует твиттер в качестве своей работы, профессиональной части и личной. Он в твиттере пишет, СМИ, что говорят СМИ? Все врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. Что на самом деле происходит? Он там фотографирует маску и выкладывает это, говорит, что вот на дежурстве дали ему такую маску с дырками и он пошел, взял обычную маску, одноразовую, нежели надел вот эту маску. После этого вот этот твит очень сильно хайпанул и его, грубо говоря, поймали ГКМ. Ну, как, я не буду сейчас говорить, что это ГКМшники были, но суть в том, что потом вышло видео, где он просил прощения. Давайте детально посмотрим на это. Прошу прощения. Сейчас, секундочку. Спасибо. Если меня слышно, то прошу заметить, как его ноги трясутся, как он рассказывает это все. Вот он говорит, на самом деле поликлиника имеет классные эти и все средства защиты и просит прощения. Надеюсь, вы поняли, что я смог донести суть этого хайпа, что случайный твит, случайное высказывание привело сначала B, A к волне вреда. Ну, то, что Бектур стал жертвой, я не знаю, что произошло на самом деле, никто не знает, что было с ним, потому что внезапно его профиль удалился, аккаунт удалился, вот этот твит удалился. И позже появилось видео, где он просит прощения с дрожащей рукой, с дрожащими ногами и говорит о том, что он дезинформировал нас касательно этой маски и что все средства защиты есть у медиков. Какое-то давление, да? Потом вторая волна прошлась, это когда вот он вот это выложил, люди стали негодовать против правительства, говорить о том, что вот правительство лжет и так далее и тому подобное. То есть это подняло такое резонансное обсуждение и хайп такой некий, что благодаря Бектуру он стал неким лицом. Кстати, его имя, многие начали тегать, прям тег ставить, Бектур, хэштег, да, потому что его имя на корызском языке означает стой, стой, стой сильно, храбро, Бектур. Виды хайпа. Бывает случайный хайп внезапный, частый, это вот как с Бектуром, да, случайно появилось, специальный подстроенный, это когда в Кыргызстане бывает часто такое, сотовые операторы это делают. Недавно, ну, до карантина, конечно, Мегаком и Ошко, они вот, прям, я не знаю, хайп на хайпе, хайп на хайпе, да, было, что уже в итоге люди устали и перестали обращать на это внимание. Это специальный подстроенный хайп, ситуативный, это когда за счет кого-то, Азамат Акинеев, помните, я показал, и Олжас, когда он вставил вот этот резкий спад цены на нефть вместе с этими ребятами, которые несли гроб, да, получается. Как это, кофе, игру, в общем, вот. Опасность, это резкий рывок, такой же бросок, то есть опасность есть хайпа, когда, будьте готовы, если вы хайпанули, классно хайпанули, если вы перестанете дальше хайповать, ну, в плане держать планку или спускаться, но поэтапно, есть вероятность того, что вы резко упадете и резко, так скажем, смотнитесь об землю, это будет очень больно, ладно, это вот просто фразеологизм, да, такой, но на самом деле ваш аккаунт могут забанить, забанить в том плане, что вы попадете в теневой бан, особенно в Инстаграме и Фейсбуке. Это прям практикуется, когда аккаунт сильно хайпанул, вот прям активности много, engagement рейтинг поднялся, рейтинг вовлеченности и резко упал, тогда вы попадете в теневой бан. Переходим на лайфхаки. Я заканчиваю, если у вас есть какие-то вопросы, прошу, задавайте. Первое, мой совет, да, лайфхак, такой типс, не подстраивайтесь под прайм-тайм вашей аудитории, потому что, если вы сразу начнете подстраиваться, то вы вскоре почувствуете себя рабом вашей аудитории. Ну, я не знаю, у всех разные чувства бывают, конечно, но мой вам совет, знать прайм-тайм вашей аудитории, обычно это вечером у всех бывает, ну, многих, и стараться публиковать в это время, но в то же время не быть зависимым от аудитории. Постите, когда хотите, когда угодно вам, потому что на данный момент в Инстаграме и Фейсбуке вот это вот хронометраж, вот лента, да, она исчезла и сейчас все появляется по 69 кликам, как раз таки, да, когда идет интерактив, чем больше вы с человеком имеете какую-нибудь связь, тем больше в ленте у этого человека вы будете появляться или он у вас будет появляться. Будьте активны, как начали вести свои социальные сети, прошу, не забывайте о них. Например, вы начали вести Twitter-аккаунт, постите там хотя бы один раз в день или один раз в два дня какой-нибудь твит, и всегда будьте на чеку, там, в плане на чеку в том, что лайкайте, ширите, вот, коммуницируйте, не забывайте про других людей, про других ваших коллег, читайте их, смотрите, как они это делают, как они это продвигают, смотрите, то, как это все происходит и экспериментируйте. Социальная сеть, это как и жизнь, и мой вам совет, не бойтесь, вот прям просто берите и делайте, экспериментируйте. Если вам не нравится пользователь, на кого вы подписаны, но это вам, я не знаю, такой знакомый человек, мне кажется, лучше отписаться, потому что социальные сети, как и в жизни, чем больше вы начнете подписываться, делать, на вдохновляющих вас людей, мотивирующих, тем больше возможностей, что вы будете равняться вместе с ними, вот, и, как-то так вот, видео, видео, это будущее, все мы читали, да, наверное, 451 градусов по Фаренгейту, видео, да, Рэй Брэдбери, 451 градусов, по-моему, там было, вот, Рэй Брэдбери, помните тот момент, когда в книге, в романе описывается момент, что люди просто перестали, забыли читать и начали смотреть, мне кажется, это нас ожидает, но я не знаю, просто предполагаю, потому что видео становится вот прям самым актуальным на данный момент в мире топом, поэтому начали делать капшн-видео, все журналисты перешли из обычных журналистских, там, новостных видосов, да, на капшн-видео, капшн-видео, почему, потому что они удобные, они быстрые, они короткие, это видосы, то есть в течение 1-3 минуты человек получает информацию ту, которую он бы мог получить во время, там, новостного репортажа в течение 5 минут, да, не критикуйте, ну, в плане критикуйте, критикуйте, но не негативьте, потому что люди не должны запомнить, ну, они никому ничего не должны, но больше позитива, больше, больше любви, больше мира, больше добра, да, поэтому мой вам совет тоже не негативьте, не критикуйте, не берегитесь этого и остерегайтесь, если вас кто-то критикуют, если критика там конструктивная, нормальная, окей, примите. Если нет, то тоже не стоит вступать в переписку, в перепалку с этим человеком, потому что сейчас, возможно, для вас это все звучит типа, да, но вскоре, как только вы начнете это делать, это прям явно будет ощутимо, когда вот это давление пойдет критике. Самый последний совет, давайте совет, недавний пример, Азамат, мой знакомый, вот, он начал давать советы у себя в телеграм-канале, советы были такие, касательно упражнений утренних, да, вот, касательно утренних упражнений, вот эти людям нравятся советы, почему вот эти вот огромные платформы, да, как admin.ru, five minutes crafts, что еще там есть, лайфхакеры, делитесь этими, потому что элементарно вот эти платформы admin.ru, они, их читают столько много людей, я уверен, что из просматриваемых вот этих лайфхаков, каких-нибудь, да, там, типа, как сделать из кружки копилку, как сделать, там, я не знаю, из бумажки маску, да, потому что у нас даже маски начали делать, как делать из, там, я не знаю, этого, того, люди это смотрят, людям это нравится, они вот прям активно это смотрят, но процентов 60 никто потом это не повторяет, потому что люди просто смотрят и все и забывают, Но людям это нравится, люди делятся, шерят и лайкают. И поэтому самый топчик тип мой, вам делайте советы, если вы, например, скажем, аналитик в сфере экономики, да, скажем, делайте какие-нибудь советы по тому, как, например, сбережение, да, финансовая грамотность, какие-нибудь советы давайте. Люди будут это сохранять, делиться и распространять. Это прям поможет вам. Теперь советую по приложениям. Есть классное приложение для редакции видосов, видео, бесплатное приложение без водяного знака. Это от GoPro, Quick называется. Он чуть-чуть тяжеловатый, на первый взгляд, но потом вы, если адаптируете, он прям легкий, простой, классный. Он есть как на iOS, так и на Android. Фотогрид, это приложение тоже делает классные вещи, но тут, к сожалению, видите, он пишет прям, где моя мышка, он пишет прям, есть платный контент. Canva, есть платный контент, PixArt, есть платный контент, то есть не все функции бесплатные, но тем не менее бесплатные функции, если вы будете ими пользоваться, они классные. Для тех, кто успел заскринить, скриньте, ой, это круто, если кто не успел заскринить, можете заскринить. Завершаю, подхожу к концу. Все, что вы пишете, как мы уже сказали до этого, касательно безопасности, абсолютно все, поверьте мне, все, что в телефоне хранится, можете, пожалуйста, посоветить полезную литературу про СММ. Зенита, Ольга, можете, пожалуйста, мне написать, я вам прям вышлю список крутых СММ, советов, крутых СММ статей для вас, актуальных, как раз таки, у меня прям список такой есть. Наш телефон, это самая такая вещь, я, кстати, утром читал, услышал подкаст от BBC, что было, да, вкратце, что это было, вот есть подкаст от BBC, там как раз таки говорилось, что во время карантина людей узнают, что человек выходит на улицу благодаря умному городу, и там раскрывают, что такое умный город. Умный город, это получается такой, из нескольких этих состоящихся, что вот он подключен к телефону, к мобильной сети, к связям, оператору и так далее и тому подобное, и собирает информацию в одну кучу и дает информацию о человеке. Поэтому вот как раз таки про кибербезопасность. Как раз таки выдает информацию. Поэтому даже, не кажется, в наше время, даже если мы будем не писать свои данные в биографии, да, в описании профиля, даже если мы будем, у нас у нас будет закрытый профиль в Инстаграме или в Фейсбуке, это не даст никакого, там, я не знаю, никакой безопасности для государства, если государство захочет использовать ваши данные для себя. Это вот прям идеальный пример Москвы, когда как раз таки начали ловить людей, кто нарушал закон и выходил во время карантина. Знаете, как это происходило? Оказывается. Послушайте потом, пожалуйста, что это было, подкаст от BBC, русской службы BBC. Как это было? Телефон человеку подключен к оператору, к сотовому оператору, и когда идет движение, то есть телефон передает информацию о том, что человек движется, машина фиксирует через камеры о том, что вот эта машина, которая принадлежит этому человеку, передвигается по городу, и точка А, точка Б, слежка идет. И это все потом, эта информация дается правительству, потом правительство звонит этому человеку и говорит, sorry, да, но у вас штрафовано, так-то, так-то, так-то. То есть вот такие кейсы были разобраны, и эти кейсы разговорились. Спасибо, Алена. Вы можете предложить свои темы для будущего вебинара в вопросе. Переходим к детали. Пожалуйста, если вы чувствуете, что пост какой-нибудь подозрительный, не лайкайте его, не репостите, потому что в будущем все меняется, да, в будущем этот пост, возможно, станет для вас угрозой. Недавно был кейс, это, мне кажется, инсайдерская информация, не буду раскрывать имена и детали, но мальчик, который случайно лайкнул, как чей-то пост в одноклассниках, его в итоге к КНБ забрали на допрос. Он лайкнул, оказывается, пост, странный пост, но он сам не понял, это был, оказывается, такой террористический пост от какой-то террористической группы, вот, не хочу раскрывать, потому что это инсайдерская информация, но суть в том, что вот этот случайный лайк привел его к тому, что в итоге его таскали по всем этим инстанциям, да, проверяли, допрашивали, в итоге, благо, все хорошо с этим мальчиком, он доказал то, что этот лайк был случайный, но, тем не менее, это говорит о том, что берегитесь, да, меньше лайкаешь, крепче спишь. Бережен, но Бог бережет. Я знаю, что здесь очень много аналитиков, экспертов, профессионалов, журналистов, блогеров, других людей, СМИ, да, вот мы вначале познакомились, дизайнеров, да, и часто вы тоже, скорее всего, выступаете на всяких мероприятиях, когда уже не вот так вот через свой компьютер, а уже где-то в каком-нибудь отеле через чей-то компьютер, когда вы будете заходить и, я не знаю, пересылать презентацию, всегда используйте инкогнито, в хроме, да, называется инкогнито, в опере, по-моему, тоже инкогнито, в Firefox браузеры, да, там тоже, по-моему, инкогнито называется, всегда используйте инкогнито, не забывайте потом эту вкладку закрыть. Лучше всего качайте все ваши презентации сразу на флешку и не забывайте вашу флешку, не оставляйте открытыми ваши профили, всегда закрывайте комп, ставьте компьютер на блокировку, ставьте телефон на блокировку, кто знает, да, в наше время вот это все как раз-таки очень быстро, доступно открывается, делается. Окей, Google и привет, Siri всегда на чеку. Это касательно таргетинга. Кто знает про таргетинг, возможно, вы знаете, о чем я хочу сейчас рассказать, а кто не знает, то были ли у вас кейсы, когда телефон закрыт, на самом деле, да, он заблокирован, но вы говорите, скажем, о, я хочу купить обувь, и тут же через минут 15 вы заходите в Instagram, у вас в ленте появляется обувь. Как, если это не, я не знаю, совпадение, да. Конечно, многие пишут, что Siri и Google не сливают информацию, но как объяснить вот эту вот ситуацию, когда вы вслух произносите, что вы хотите обувь, и тут же через минут 15 в Instagram появляется обувь. То есть вы не искали нигде. Мне кажется, это все же взаимосвязано, но это лично моя паранойя, мне кажется. Таргетинг – это когда в Facebook через кабинет Facebook, а также можно в Instagram в самом настроить настройки, да, таргетированная реклама, когда, например, вы продаете, скажем, маски, и вы эти маски таргетируете, настраиваете ваш кабинет так, чтобы ваш пост видели именно люди, нуждающиеся в этой маске. И тогда эта реклама будет показываться только у тех, кому она нужна, так скажем, да. Вот. Кто, например, когда-то искал у себя в Google, например, возможно, обувь, и обувь у него появится. Кто-то, возможно, искал телефон, кто-то у этого, реклама появится телефон. Ну и последнее. Ничего на свете хуже нету, чем один пароль на все соцсети. Берегите себя, берегите свое здоровье, и записывайте пароли желательно где-то в безопасном месте. Вот. Мой вам совет. Ладно, не совет. Мой опыт – это я записываю все пароли в Telegram, saved messages. Это, конечно, тоже небезопасно, но, по крайней мере, хотя бы, да, на случай что у меня очень много паролей в разных социальных сетях, разные пароли, и в случае что я хотя бы смогу потом зайти к себе в Telegram и увидеть, да, пароли, потому что у меня память дырявая, не помню все пароли, и это вот лучше всего. Некоторые записывают у себя в бумажках и часто собой носят, но это тоже небезопасно. Вдруг бумажка потеряется. Вошел. Инвестируйте в инновации и контент. Как говорил директор издания «Лимон» Луис Дрейфорсон. Спасибо вам за внимание. Как говорят, спасибо. Обнимаю, целую. И что там еще? Это мои данные в Telegram, Instagram, Twitter. Перейдем на вопрос-ответы. Сейчас я перейду в презентацию. секундочку. 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 Спасибо большое, Айжан. Айжан, если у вас появились вопросы, можете задавать. буду рад на них ответить надеюсь вебинар был полезный и надеюсь вы узнали что-то новое для себя надеюсь было интересно вот кому приложение для хранения паролей last pass алена да last pass тоже классная вещь но этот у меня был телефон iphone 6 и там памяти мало было не пришлось удалить это приложение с тех пор как привычка достала телеграме хранить у всех конечно разные привычки кому удобно где хранить там и обычно презентация показывается последний слайд ничего то просто стало интересно или нет спасибо вам сейчас я скину в комментариях свой профиль если кому интересно да пишите касательно вот как раз таки про и самым эти я отправил все классно спасибо большое вот слайд вопросы спасибо вам огромное с вами был исмаил карыпов спасибо что вы были и вот всего доброго